О достижениях, рекордах, победах и свершениях, о самых больших, маленьких и необычных. О том, что произошло и происходит здесь, на нашей земле, в Казахстане. Обо всём этом в нашей книге рекордов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы преодолеть это расстояние пешком, по равнине понадобится немногим более часа. А подъём на гору может растянуться с учётом акклиматизации на 16 дней. Впервые вершина была упомянута около 1200 лет назад в китайских источниках. А первыми, кому она покорилась, стали Михаил Погребецкий, Борис Тюрин и Франц Зауберер. Случилось это в 1931 году. Экспедицию прикрывали вооружённые люди. Дело в том, что басмачество тогда представляло реальную угрозу в горных ущельях. Выстраивание и наметка маршрутов дались по Гребецкому нелегко. На подготовительные работы потребовалось два года. Они шли по леднику Южный и Нельчек, пику Чапаева, потом на западное плечо Хантенгри. И далее по юго-западному склону наверх. 11 сентября все три восходителя достигли вершины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хантенгри представляет не только научный интерес. Например, известный казахстанский альпинист Денис Урубко, первым в СНГ покоривший все 14 восьмитысячников мира, сделал гору своеобразным тренировочным подъёмом. Здесь он готовился к гималайским восхождениям. Спортсмен покорял гору около 10 раз. Вероятно, это тоже рекорд. Более того, Урубко принадлежит рекорд по скоростному забегу на Хантенгри, установленный в 2000 году. От базового лагеря на высоте 4000 километров до вершины Денис добрался за 7 часов 40 минут. Помимо того, что рекордная вершина нашей страны потребует от вас выносливости и крепкого здоровья, понадобятся вам и деньги. Стоимость восхождения 375 тысяч тенге на человека. На эти деньги можно купить 12 пуховиков, которые там очень пригодятся, так как Хантенгри – это по совместительству и самая холодная точка нашей страны. Среднегодовая температура здесь составляет 28 градусов ниже нуля. Легендарная гора запечатлена не только на фотографиях и картинах. В 2002 году в Киргизии была выпущена в оборот банкнота достоинством 100 сомов с изображением пика Хантенгри. Отметим, что горы на деньгах появляются не так уж и часто. На сегодняшний день монетный двор Ирана выпустил банкноту в 10 тысяч реалов с изображением высшей точки страны. Это потухший вулкан Демавент. В любви к горам замечена и Турция. Казначейский билет в 100 лир украшен горой Арарат. Эта же вершина изображена на пяти армянских банкнотах. На вершину проложено более 10 маршрутов. Большинство туристов добираются в базовые лагеря у подножья Хантенгри, используя вертолет. Требуется минимум 14 дней, чтобы достигнуть высоты. Восхождения совершаются круглогодично, но оптимальный период – июнь-август. Вот такая гора рекордсмен – самая высокая и самая холодная. Кстати, в мировом масштабе высотное первенство удерживает легендарный Эверест – 8 848 метров. Пассажирские самолеты летают всего на 150 метров выше. Ну а самое холодное место на планете – это станция «Восток», что в Антарктиде. Среднегодовая температура здесь почти 56 градусов ниже нуля. О новых и старых рекордах Казахстана уже в следующей программе. Ищите нас в интернете и гордитесь нашей страной вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова